Всем привет на канале Александр Эмбрес! Сегодня к нам в гости попал бесщеточный шуруповерт фирмы DEWOLT, модель DCD703. В комплекте с шуруповертом идет универсальное автоматическое зарядное устройство на 2 ампера, два литий-ионных 12 вольтовых аккумулятора по 3 ампер часа со встроенной индикацией, съемная боковая клипса, которую можно устанавливать с двух сторон и четыре съемные насадки, быстрозажимной одномуфтовый сверлильный патрон, быстрозажимной патрон для шестигранных бит, эксцентрик и угловой адаптер под 90 градусов. Ну и конечно же, все это великолепие комплектуется пластиковым кейсом И кстати, кейс этот не простой, а из системы хранения T-Stack А теперь перевожу на русский. Кейсы из одной системы можно легко соединять вот такие бутербродики С комплектацией разобрались, теперь подробнее про сам шуруповерт, зарядку и насадки. Начнем с зарядного устройства После установки аккумулятора на зарядку начинает моргать красный диод Когда аккумулятор зарядится, диод перестанет моргать и будет гореть постоянно Если же аккумулятор вышел за пределы допустимого температурного диапазона, то загорается желтый диод При этом красный продолжает моргать. Это значит, что зарядное устройство временно приостановило процесс зарядки И автоматически возобновит его, когда аккумулятор вернется в допустимые температурные пределы Вот так. Желтый диод погаснет, красный продолжит мигать Если же установить на зарядное устройство не рабочий аккумулятор, то процесс зарядки просто-напросто не начнется Ни один из индикаторов не загорится Теперь поподробнее о съемных насадках. Первая это быстрозажимной одномуфтовый патрон Со встроенной трещоткой и диапазоном зажатия от 0.8 до 10 мм Вторая насадка это быстросъемный патрон для шестигранных бит под 6.35 Сунул битку, она зафиксировалась. Оттянул вот этот корпус и снял битку Вот примерно так Третья насадка это так называемый эксцентрик В нем также имеется быстросъемный патрон для шестигранных бит и служит он для следующего Как видите, с помощью такой насадки можно под прямым красивым углом закрутить шуруп очень близко к стене Не сказать, что такая функция часто необходима, однако с обычным сверлильным патроном такое сделать нереально Ну либо уж явно не под таким прямым углом, а скорее наискосок Не очень красиво Теперь возьму штангель и замерю расстояние от центра биты до условной стены, впритык к которой нам необходимо закрутить шуруп Примерно 11 мм Ну и наконец-то четвертая насадка угловой адаптер Как видите, здесь уже нет быстросъема под биты, однако есть под них посадочное гнездо со встроенным магнитом Угловой адаптер можно комбинировать с любой из насадок А благодаря зубцам, которые присутствуют на корпусе шуруповерта и на корпусе углового адаптера Все насадки можно устанавливать практически под любыми углами Высота адаптера с самой обыкновенной 25 мм битой без учета шурупа 74 мм Высота адаптера с патроном без учета губок примерно 102 мм Ну вот и пришла очередь шуруповерта Он оснащен, как я думаю все догадались, разъемом для фиксации съемных насадок Адаптером магнитным под обычные биты Регулятором усилия Подсветкой рабочей зоны Кстати, обращаю ваше внимание В кнопке имеется холостой ход, который включает именно подсветку, не запуская двигатель После включения подсветка некоторое время горит, а потом тухнет автоматически Значит, помимо всего вышеперечисленного в шуруповерте Имеется блокировка вала для быстрой смены оснастки Регулятор оборотов Функция быстрой остановки двигателя Реверс Ну и конечно же предохранитель от перегрузки И да, он двухскоростной Переключатель довольно жесткий Максимальные обороты на первой скорости 425 в минуту На второй 1500 в минуту Максимальное усилие на 5А аккумуляторе 57,5 Нм Теперь давайте взвешивать Вес шуруповерта с аккумулятором без насадок и без клипсы 965 грамм Вес клипсы 24 грамма Ну и вот вам вес каждой съемной насадки по отдельности Ну что, пришло время проверить чувствительность муфты Ставлю минимальное усилие Устанавливаю ПЗ-1 битку и беру самый маленький шурупик, что у меня есть Давайте пробовать закрутить его в мягкую древесину Еще раз убеждаемся, что стоит минимальное усилие И приступаем к проверке Ну что я могу сказать Муфта очень чувствительная Это значит, что данным шуруповертом можно не опасаясь крутить мелкий крепеж Так как он его просто не сорвет Насколько помню, такой чувствительной муфтой могли похвастаться только Фелисати и Эргономик Бош Это из тех шуруповертов, которые я обозревал По ссылке в описании на них обзоры Ну а мы приступаем к проверке биения и люфта Значит с люфтом у нас здесь не совсем однозначная ситуация получается Вот обратите внимание Люфт имеется и причем довольно таки не маленький И вбок и вперед назад Но если взять и именно подергать за вал То вал относительно корпуса редуктора не шевелится Прогибается, вот заметьте, сам редуктор, а вал нет То бишь люфт патрона вот этот Появился, ну скажем так, из-за универсальности Из-за вот этих вот дополнительных сочленений И да, он есть И причем не маленький Но, повторюсь, это все было сделано, так скажем, жертва в угоду универсальности Ладно, на люфт полюбовались Теперь давайте проверим, бьет ли патрон Как всегда зажал в патрон проверенное сверло Ну и давайте смотреть Думаю всем было видно, что биение присутствует Ну а теперь заценим эффективность подсветки рабочей зоны Вырубаем свет Зажал в патрон обычную 25-ку и смотрим Ну как бы светит куда надо С 75-кой вообще все прекрасно Теперь тот же тест, но без сверлильного патрона С 25-кой все еще светит куда надо С 75-кой тоже Короче, подсветка сделана грамотно Ну а теперь, как всегда, до потрохов Но хочу сразу предупредить Эта мастерская еще не достаточно оборудована Поэтому переносимся в старую И начинаем с разборки аккумулятора Раскрутили и скрываем Ну и естественно достаем содержимое Аккумулятор трехбаночный, я думаю, все и так это знали Спереди стоит микрик для включения индикации зарядки Все естественно на точечной сварке Каждая из банок по 3000 мА Фирма LG и вот маркировка Если хотите дополнительную информацию Вбивайте в интернет и смотрите Плату, как видите, производитель немножко заныкал То есть ее развернул к банкам Поэтому сейчас ее показать не могу Но если будет море желающих То я ее отпаяю и в инстаграме выложу фотографии Поэтому если хотите это увидеть, пишите в комментариях Ладно, пожалуй, буду собирать Аккумуляторный блок, кстати, в корпусе довольно-таки плотненько сидит И, кстати, обратите внимание на пайку К каждой банке Ну да ладно Собираем Теперь давайте взглянем внутрь шуруповерта Раскрутили и скрываем Ну что, предлагаю Доставать содержимое Обратите внимание Вот сюда и вот сюда Здесь у нас стоят две пластины пружинные А в переключателе скоростей Имеются вот две выемки С обеих сторон Как раз за счет вот этого Происходит жесткое переключение Передач Ну и соответственно фиксация Сам переключатель еще внутри Дополнительно подпружинен Вот такими вот жесткими пружинками Поэтому сомневаюсь, что в этом шуруповерте Может вылететь редуктор Из-за неправильного переключения скоростей Прям маловероятно Плата на кнопке Или скорее плата управления Полностью залачена То есть здесь не видно никаких электронных элементов Ну я считаю это за плюс Потому что встречались такие ситуевины Когда попадал конденсат На плату не залачен Ну и платье как бы приходил кикос Я уверен, что будет продаваться Вот эта вот вся деталь в сборе Реверс встроен в кнопку С другой стороны Имеется вот такой вот Паз под провод для подсветки В качестве подсветки Используется обычный маленький диодик Давайте доставать якорь Внутри двигателя Также имеется плата И она тоже хорошенько залачена Двигатель сделан очень аккуратно Ровная намоточка везде Пайка красивая Все как надо Якорь это очень сильный Постоянный магнит На подшипниках С крыльчаткой И на прессованной шестеренкой Вот такая красота Нижняя посадка подшипника Съемная И в ней, кстати, даже Небольшие ложементики Для пайки предусмотрены Ну и вот примерно Как это все дело выглядит Ну вот и пришло время Лезть в редуктор Значит, чтобы мне Переключатель не мешал Откручивать вот эти вот винтики Я его сниму сразу Он металлический Раскрутили И скрываем Сниму, пожалуй, еще заднюю крышку Она на защелках Интересно Переключатель у нас Прям составной Здесь Прям много деталей Сниму еще переднюю крышку Ох, ребят Чуйка у меня Что этот редуктор Нам всем понравится Но мне уже нравится Что я вижу Очень плотно Стоящие два подшипника Кстати, угловой адаптер Можно использовать Как Как это назвать Как ключик Для доставания подшипников Вместе с валом Вот так вот И да Вал стоит на двух шариковых подшипниках 6801 РС Так, ладно Первые эмоции схлынули Давайте рассматривать все Значит, ведомый вал Стоит на двух шариковых подшипниках 6801 Между ними имеется проставка Вот Никогда еще не видел Чтобы резинка Ставилась Над блокировкой вала Именно поэтому Она не вывалилась Со всем остальным содержимым Ну блин Мое уважение То есть при ремонте Это прям Ну Это прям классно Что не вываливаются Все в подряд Детали Вроде бы мелочь А тем не менее Ну ладно Это не суть Подшипники два Это хорошо Понравилось Что в передней части Корпуса редуктора Довольно таки Плотно сидят Эти подшипники Они как обычно Чуть ли не вываливаются Смотрите на то Как выполнена Пластина пружинная Которая создает треск При переключении Режима усилия Ну она прям такая Вот серьезная Фиг перетрешь Тоже нравится Значит Блокировка вала Ну она в принципе Как и везде В остальных шуруповертах Стандартная Четыре направляшки Корпус И четыре бочонка Вот таких Плюс естественно Вот такая вот Ограничительная Пластина Которая не дает Бочонкам Тереться О подшипники Понравился Толстенный Корпус Передний На который Любят Ронять Шуруповерты Вот они Наши пружинки Которые За счет Которых Точнее Наша Муфта Регулирующая Усилие Такая Чувствительная Ну прикольно Но это все В принципе Стандартно Опять же Вот эти все Шарики Это мы видели Во всех остальных Шуруповертах Важно то Что эту конструкцию Хорошо рассчитали И за счет Этого Повторюсь Мы никакой Крепеж Не сорвем Ну и последнее Все сателлиты Все Водилы Все Венцы В том числе Подвижные И неподвижные Венцы Металлические Тоже Касается И механизма Переключения Он весь Из металла Ну если не считать Самого Переключателя Короче В целом Когда разбирал Этот редуктор Ну Складывалось Ощущение Того Что он Ну явно Не дешевый Что-то я Залип на этот Редуктор Надо бы его Как-то уже Начинать Собирать Потому что Детальки Так-то Закончились Правильно А кстати Смазка Смазка Мягенькая Неплохая Но Я бы Наверное Ее Больше Сюда Б Добавил Повторюсь Детальки Закончились Поэтому Давайте Собирать Начну Сборку С передней Части Нашего Редуктора И установки Вала Так Для начала Берем Наш Вал Прицеливаемся И Используя Наш Универсальный Ключ Запрессовываем Теперь Берем Вот Переключаем Усилие И Устанавливаем После Ставим Пластину С Пружинкой Которая Создает Треск При Переключении Усилия Все Почти Готово Осталось Закрутить Верхнюю Вот Эту Крышку Ура Теперь Как всегда Ставим В удобное Для сборки Положение Всю Эту Красотищу И начинаем Собирать Ставим Корпус Блокировки С Пластинами Затем Четыре Бочонка Потом Накрываем Все Вот Этой Вот Водилой Ну Все Можно Закидывать Шарики И Накрывать Вот Этим Большим Венцом Осталось Закинуть Вот Эти Сателлиты Накрываем Перегородкой Передняя часть Редуктора Собрана Пришло Время Ставить Неподвижный Венец И Вот Эту Внутрь Черного Корпуса Подвижный Венец Надо Хорошенько Прицелиться В Переключатель Ну И Вставить Вот Так Лепута Возвращаем Вот Эту Часть На Базу И Накрываем Ее Вот Этой Черной Штукой С Венцом Подвижным Установленным В принципе Уже Можно Прикручивать Черную Часть Корпуса Я для начала Поустанавливаю Сателлиты Водилы Венцы Ну И Еще Чуть Сателлитов Ну Короче Дособеру Редуктор А потом Буду Закручивать Все Короче Все Готово Осталось Только Защелкнуть Вот Эту Штуку Хорошенько Прицеливаемся Все Прицелились И И Промазали И Защелкиваем Раз Защелкиваем Два И Третья Сама Защелкнулась Все Вот он Наш Редуктор И Собран Сталось Только Закрутить Вот эти Четыре Шурупа И поставить Этот Рычаг Переключения Точно Только Сейчас Заметил Проверяем В крыльчатке У нас Выемки Похожие То ли Это У них Запланировано Как Лабиринтное Уплотнение То ли Че Возможно Прикольно Ладно Ставим Скобу Переключения Обязательно Проверяем Попали ли Мы С Обеих Сторон Все Редуктор Собран Пришло Время Собирать Двигун Если Вы Разобрали Такой Шуруповерт Не бойтесь Собрать Его У вас Легко Получится Потому что Производитель Поставлял Для вас Кучу Подсказок Вот Смотрите Видите Выемку Она Для Уплотнения То есть Тут Ошибиться Нереально Готово Смотрим Сюда В корпусе Подшипника На двигателе Тоже Имеются Вот Такие Вот Клычки С Ответными Частями На Корпусе Обмоток То есть Опять же Промахнуться Не получится Ребят Единственное Что вам будет мешать Это Магнит Хорошо Магнит Ох Все Ну что Прицеливаемся Шестеренкой В корпус Редуктора Покручиваем Вставляем И Начинаем Тусовать Все В корпус Не забываем Про Мелочевки Дабы Не Оставалось Лишних Деталюшек Короче Тусуем Все В корпус Вот Такая Красотища Должна Получиться Не Посейте Штифтик Проверьте Как стоит Реверс Не Забудьте Поставить Переключатель И Можно Накрывать Верхним Корпусом Ну а Теперь Ребят Пишите В комментариях Хотите ли вы Увидеть Что Внутри Вот Этих Вот Съемных Переходников Да Или Конечно Да Ну Будем Считать Что Вы Ответили Конечно Да Поэтому Приступаем К разборке Начнем С Эксцентрика Для начала Открутим Механизм Фиксации Он держится На четырех Винтиках Заодно Шурупер Проверим Серенькая Муфта Дополнительно Подпружинена Четырьмя Маленькими Пружинками А вот Он Сам Механизм Фиксаций Он По сути Простой Внутрь Торчат Три Шарика Которые Фиксируют Нашу Насадку На шуруповерте При нажатии На муфту Шарики Проваливаются В паз Который Внутри Муфта Есть Короче Горя Похоже На СДС Плюсовский Патрон Чем-то А Привод Съемной Насадки Осуществляется За счет Шестигранника Который Находится Внутри Он По размерам Подробнее Объяснять Про то Как работает Именно Вот это Сочленение Соединение Не надо Ладно Давайте Лезть Внутрь Насадки Тоже Раскрутили И Вскрываем Вот Такой Вот Механизм Здесь Стоит Давайте Дернем Из Корпуса Смазываем Механизм Довольно Обильно Со стороны Шуруповерта Имеется Пыльник Здесь Почему-то Нет Но Здесь Вал Плотно И Грубо говоря Все на Втулках Вот Как-то Примерно Вот Так Не знаю Как Кого Меня Лично Интересует Вопрос Передаточного Числа Поэтому Делаю Две Пометки И Начинаю Крутить Все Это Дело Пометки Совпадают Обороты Эта насадка Не меняет Ровно Как и Усилие Ладно С этой Насадкой Все Понятно Давайте Собирать Ну Естественно Закручивать Установили В съемную Насадку Четыре Пружинки Затем Берем Вот эти Вот Две Штукенции Соединяем Вот Таким Макаром И Приступаем К Установке Затем Хорошенько Прицельтесь Примерно Так Закрутили Один Шуруп И Можно Проверить Как Все Работает И Потом Докрутить Все Остальные Следующий Повторяем Ту Процедуру С Муфтой Я Повторно Показывать Не буду Разбираем Саму Насадку Разобрали И Вскрываем Красота Ведущий Вал Как видите На двух Шариковых Подшипниках Имеется Пыльник Шестеренка Напрессована Ведомый На втулочке И шариковом Подшипнике Смазки Маловато Кстати Ну что Повторяем Процедуру Закрасил По одному Верхнему Зубу На обеих Шестеренке И Кручу Как видите Понижение Либо повышение Оборотов Нема Ладно Собираю Муфту Соберу По аналогии С предыдущей Насадкой Не на камеру Эти патроны Разбирать Смысла Никого Нет Здесь И здесь Просто Муфта Одна Которая Не фиксируется Прокручивается Вторая Которая Фиксируется Как и На остальных Насадках Но С другой С другой Патрон Для биток И патрон Для сверлышек Вот Хватит На сегодня Разборок Давайте проверять Вот это Чудо техники Первая Скорость Имеется Вторая Вместе С предохранителем Есть Ограничитель Усилия Минимальная Не Минимальная Режим Сверления Режим Реверс Работает Подсветка Есть Быстрая Установка Двигателя Есть Ну а теперь Что я могу сказать По поводу Этого Чудо техники Ну а для начала Переносимся В новую Мастерскую Теперь Можно и Порассуждать Аккумулятором Ставлю зачет Банки LG Дилайт Хорошие Плюс Здесь По 3000 Миллиампер Блок управления С кнопкой Сделаны Хорошо И защищены Ровно Как и Плата От Двигателя Якорь Двигателя Стоит На Двух Шариковых Подшипниках Скорости Переключаются Жестко И фиксируются Жестко То бишь Самопроизвольного Переключения Или Установки На Промежуточное Положение Здесь Не будет Очень Понравилась Чувствительная Муфта Люблю Когда шуруповерт Можно настроить Так Чтобы он Не срывал Даже Самый Маленький Крепеж Да И редуктор В целом Сделан Очень Зачетно Мне По крайней мере Зашел Единственное Что Не очень Понравилось Это Люфт Патрона Но С другой Стороны Он появился Здесь Из-за Дополнительной Универсальности Которая В принципе Является Фишкой Этого Шуруповерта Поэтому Считать Ли Это за минус Даже А так Да Вот Типа Еще Четыре Плюса В копилку Шуруповерта Имеется До чего Доковыряться Ну Разве Что Смазки Чуть Докинуть И Можно Было Более Мощную Положить Не Двух Ампер Но Это На Цену Повлияло Кейс Хороший Да Шуруповерт Сам По себе Довольно Легкий И Удобный В руке Круто Лежит И Развесовка Хорошая Ладно Подводим Итог Значит На мой Взгляд Это Безусловно Профессиональный Легкий И компактный Шуруповерт Которым Будет комфортно Работать На весу За счет Своих Своих Насадок Он Становится Довольно Универсальным И Может Выполнять Не Совсем Стандартные Задачи За счет Чувствительной Муфты Может Не Срывать Мелкий Крепеж И Дури В нем Достаточно Чтобы Крутить Большой Поэтому Я бы Рекомендовал Такой Шуруповерт Мебельщиком И Гипсокартонщиком Точно Совсем Забыл Сказать Это почти Новинка Он месяца Плюс-минус Три Назад Только В продаже Появился Поэтому Если у вас Имеется Вот Именно Такой Аппарат Обязательно Пишите В комментариях Как он Показал Себя В реальной Работе И еще Пишите Куда БЫ Вы Порекомендовали Такой Аппарат Ну и Последнее Ставьте Ему Оценку По Десятибальной Шкале Ну и Хватит Продолжение следует...